Здравия желаю, товарищи! Сегодня я хочу поделиться одной странной и, возможно, неочевидной новостью уже о наших предках. Это что-то типа новости-минутки, но я даже не знаю, насколько это затянется, то есть как обычно. Суть, в общем, в том, что, судя по всему массиву данных, которые есть сейчас, ну, на данный момент, выходит, что метаболизм ранних млекопитающих имеет все шансы проигрывать метаболизму ранних динозавров. Вот это уже новость поинтереснее, не так ли, да? То есть, по факту, динозавры обгоняли наших предков не только в физическом плане, но также и в рамках обмена веществ, и от этого становится, на первый взгляд, еще сложнее понять, как мохнатые малявки выжили под давлением архозавров. А поддержку данному ролику оказала команда канала GoMotion. Ребятки действительно упороты в своем деле, а именно в кукольной стоп-моушен анимации. Если вы были или являетесь фанатами таких произведений, как Каролина в Стране Кошмаров или Пара Норман, то этот канал точно для вас. Здесь вы увидите переводы зарубежных роликов по тематике, естественно, оригинальные теории и предположения по лору различных тематических мультфильмов, но самое веселое, конечно, команда канала в прямом смысле занимается собственным оригинальным проектом, собственным оригинальным мультфильмом, о чем постоянно вещает на своем канале. Так что, если тематика вам реально интересна, то самое время подписаться и быть, скажем так, у истоков. Будете потом хвастаться, что смотрели ребят еще тогда, когда они не стали мейнстримом. В общем, вышла работа исследующая Маргуна Кадона. И в ней черным по белому написано, что этот зверек не такой уж и теплокровный, как кажется на первый взгляд. Что же не так? Ну, в общем, давайте, как всегда, с бэкграундом. В общем, как вы знаете, мелкие млекопитающие живут быстро и умирают, как панки, молодыми. На самом деле, им это даже выгодно, потому что смена поколений происходит быстро, а темпы приспособления к новым условиям у таких видов довольно высоки. Удобно, в общем. То есть, эта фишка с быстрой сменой поколений является одним из столпов универсальности. Такая популяция может приспособиться к изменяющимся условиям среды, давлению хищников и даже пережить глобальное вымирание, сменив, например, пищевую нишу. Ведь, как я уже сказал, темпы эволюции растут с темпами смены поколений. Но не все так просто. Маленький зверек, если хочет быть эффективным, должен и просто обязан иметь теплокровность, что позволит стать достаточно активным, чтобы и от хищника свалить, и улучшить вероятность нахождения пищи. Собственно, за все нужно платить, и за повышенный обмен веществ такие животные платят высокими теплопотерями. Ведь отношение массы тела к площади поверхности этого самого тела у таких крошек довольно мала. Из-за этого, чтобы компенсировать калории, рассеянные в воздух, приходится есть еще больше. Короче говоря, бегает такая мелкая печка, жрет дрова как не в себя, обогревая окружающую среду, чего не сделаешь радиоэволюционного преимущества. А именно преимущество, как кажется, над динозаврами. Ведь по изначальной концепции, измельчание синопсид и переход в малоразмерную нишу с последующим получением теплокровности, все эти события связаны именно с давлением динозавров. То есть эволюционным давлением появились и начали, мол, выдавливать синопсид в мелкоразмерную нишу. Мол, не выдержали конкуренции с соразмерными орнитодирами издались, перейдя на ночной образ жизни и все такое. И вот тут-то появляется та самая научная публикация недавних дней. Бумага эта рассказывает о Марганукадоне и Кюнеотерии, двух ранних представителях ветки синопсид из группы Мамалиформ. То есть по факту это без пяти минут млекопитающие, буквально вот еще чуть-чуть. Жили они в конце триасового периода, около 200 миллионов лет назад, и я скажу, вообще-то довольно успешно жили. Как вы уже поняли, именно от этой группы мелких синопсид ученые и ожидали переход к высоким темпам метаболизма. Но на пятой точке спокойно не сидится, и специалисты решили уточнить данный диагноз. И этим испортили всю малину. Оказалось, после исследования структуры зубов, что эти два Мамалиформа далеко не панки в плане срока в жизни. Если современные млеки таких размеров живут от силы года 3-4, то Марганукадон и Кюнеотерии жили примерно столько же, сколько живут, ну не знаю, рептилии, например, соразмерного с ним класса. То есть лет 10, если расчеты верны. То есть как минимум стратегия выживания, которую предложили для ранних млекопитающих, уже помаленьку обламывается, да? Впрочем, специалисты не остановились на достигнутом и решили узнать скорость кровотока этих животинок. Ну ведь скорость кровотока связана с давлением крови, а значит и с общей сердечной деятельностью, отсюда с высоким метаболизмом. В общем, были изучены отверстия в костях, куда входят питающие их артерии. И оказалось, что по этому параметру Марганукадон и Кюнеотерии практически ничем не отличаются от современных лепидозавров. То есть рептилий, ящерец, буквально аналогичные параметры вы получите, если проведете аналогичный же эксперимент, к примеру, с бородатой агамой. Выходит, что ближайшие предки млекопитающих имели далеко не звериный метаболизм, и, судя по темпам роста, были экологически ближе к рептилиям, действительно. Еще веселее эта ситуация выглядит, если довести мысль до абсурда и понять, что наши предки в своей нише конкурировали далеко не с динозаврами. Не обольщайтесь, наши предки конкурировали с ящерицами, вот так низко эта работа уронила статус млекопитающих. При этом практически ничем в рамках уровня активности от ящериц, как вы понимаете, эти животные не отличались. Ну да ладно, это все смешнявки, вот давайте-ка все-таки к вопросу посерьезнее. В целом, в рамках этой работы, выходит, что ранние млекопитающие далеко не самые активные животные, и далеко не самые теплокровные внезапно. Видимо, активность их приходилась во многом на дневные часы, и если честно, то это окончательно руинит классическую концепцию эволюции мамалий, ну как минимум ранних. Ну и еще смешнее выглядит ситуация, если мы посмотрим на динозавров-современников Маргунукодона. В конце концов, к концу Триаса они уже ни с кем там особо не конкурировали, кроме самих себя. Зачем им высокий метаболизм этим динозаврам? Ну, серьезно, зачем стараться, если стараться уже не нужно? Да, по логике вещей, эти животные, в общем-то, должны оставаться холоднокровными, это же проще, да и энергию легко экономить, и вообще, ты большой, у тебя гигантотермия, а все эти ваши четырехкамерные сердца, это все при адаптации. Нам так вот в советской школе сказали. Но нет, как показал изотопный анализ костей, как минимум тераподы из группы целофизисов имели температуру тела в 38 градусов Цельсия. При этом температура эта, судя по всему, держалась на протяжении всего дня и была относительно постоянной. И да, в случае целофизиса не стоит говорить про гигантотермию, это животное длиной 2,5 метра и весит, ну, килограмм 30, если пережрет. Учтите это, когда будете защищать холоднокровность динозавров. К тому же климатические модели показывают, что для адекватного выживания тому же целофизису просто необходим повышенный обмен веществ и покрытие пером, хотя бы частичное. Такая работа вышла в мае этого года. Из всего этого следует, и вообще, на самом деле, может, если точнее сказать, может следовать один странный вывод. Возможно, давление динозавров именно на млекопитающих капитально переоценено. Да, если речь идёт об относительно крупных мамалиях, то можно сказать, что, возможно, в этом и есть зерно истины, и динозавры типа выдавили млеков из экологических ниш. Но тут же перед нами встаёт довольно крупный и успешный репеномам, и как бы намекает, что во времена динозавров ему ничто не запретило вырасти до размеров енота, более того, репеномам динозавров ел. Более того, как вы видите, именно динозавры ударными темпами повышали свой обмен веществ, в то время как ранние млекопитающие прекраснейшие обходили с метаболизмом более слабым, чем у современного утконоса. Так что да, в гонке метаболизмов динозавры выиграли, другое дело, что это, как мы помним, не помогло увернуться от астероида, да и метаболизм на твою эволюционную успешность влияет далеко не прямым образом. И всем пока.